Красная краска на дверях еврейской школы в Лондоне на Лордшип-роуд. Фото сделаны в понедельник. Это второй такой случай за последние дни. Скотланд-Ярд рассматривает такие инциденты, как преступления на почве ненависти. Усилено патрулирование районов, где находятся пострадавшие еврейские школы, а сами учебные заведения, где учатся евреи, принимают дополнительные меры безопасности. Усиливают обыски на входе или даже закрываются во время протестов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 13 октября заявил, что после атаки Хамаса в стране произошел, цитата, «отвратительный рост числа антисемитских инцидентов». И вот, что он имел в виду. Данные полиции Лондона. В период с 29 сентября по 12 октября поступило 105 сообщений об антисемитских инцидентах и 75 антисемитских правонарушениях. В прошлом году за тот же период 14 сообщений и 12 правонарушений. Рост, который Риши Сунак назвал отвратительным, это более чем в 6 раз. В понедельник, 16 октября, премьер-министр Великобритании посетил еврейскую школу в Лондоне, чтобы поддержать еврейскую общину. Он пообещал, что антисемитизм будет наказан, цитата, «по всей строгости закона». «Хамас — запрещенная террористическая организация. По закону совершенно ясно, что поддержка и прославление Хамаса являются незаконными. И эти преступления наказываются лишением свободы на срок почти до 14 лет. У полиции есть такие указания, они это знают». В Лондоне, как и в других европейских городах, проходят акции протестов в поддержку палестинцев. Однако вместе с критикой Израиля звучат и лозунги экстремистского движения «Хамас». В частности, вы только что слышали, от реки до моря Палестина будет свободной. То есть от реки Ордан до Средиземного моря. В Израиле этот лозунг рассматривают буквально как призыв стереть еврейское государство. Мэр Лондона заявил, что протесты — это краеугольный камень демократии, но есть вещи, которые протестующим делать нельзя. «Но в рамках закона, чего делать нельзя, так это разжигать ненависть. Чего вы не можете делать, так это поддерживать запрещенные организации или чего вы не можете делать, так это запугивать других членов нашего общества». Выступления, которые имеют признаки антисемитизма, сейчас происходят в разных частях света. Так, австралийская полиция расследует инцидент во время пропалестинского протеста 9 октября. В тот день около тысячи человек прошли марши по центру Сиднея. Они пришли к знаменитому оперному театру. Правительство осветило это удивительное здание цветами израильского флага, чтобы поддержать Израиль после атаки Хамас. И вот кто-то из очевидцев заснял группу людей, которая стала скандировать «Gaz the Jew» — «газ евреям». То есть это буквально отсылка газовым камерам, которые нацисты использовали для убийства евреев во время Холокоста. Премьер-министр Австралии Энтони Албанес 16 октября обратился к парламенту страны. Он говорил о необходимости осудить Хамас, но не палестинский народ, который тоже страдает от действий экстремистского движения. Политик высказался и о протестах в Сиднее. Ужасный антисемитизм, скодируемый некоторыми протестующими у Сиднейского оперного театра, выходит за рамки оскорбительного. Это предательство наших австралийских ценностей. Мы отвергаем это и осуждаем. Во Франции последствия конфликта между Израилем и Хамас более чем ощутимы. Лувр, Версальский дворец, Лионский вокзал Парижа были эвакуированы 14 октября после угроз о взрыве. Порядка 10 тысяч полицейских были направлены на охрану школ, синагог и других мест, где бывает много евреев. По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дормонена, с 8 по 14 октября полиция зафиксировала 189 антисемитских действий и среди них были серьезные угрозы. Еще было порядка 65 арестов. Кроме того, полиция отметила рост антисемитских высказываний в социальных сетях. Определенное ликование наблюдается среди целей, за которыми мы следим среди последователей радикального ислама. И мы думаем, как и другие западные спецслужбы, что это восхваление терроризма отражает желание иметь возможность совершать антисемитские действия под предлогом антисионизма. Полиция Нью-Йорка в минувшие выходные направила дополнительные ресурсы в синагоги и в мечети по всему городу, чтобы предотвратить нападение на любые молитвенные дома. Но в случае США я бы хотел обратить внимание на истории, которые сейчас происходят в престижных американских университетах. Вы сейчас видите кадры из Колумбийского университета в Нью-Йорке. Люди, собравшиеся во дворе учебного заведения 12 октября, разделились на две группы. Одна напротив другой. Это называется митинг-дуэль. На одной стороне студенты, которые поддерживают Израиль, на другой сторонники палестинцев. Во время проведения этого мероприятия были усилены меры безопасности, потому что за несколько дней до этого в кампусе было совершено нападение на студента из Израиля. А это кадры из Нью-Йоркского университета. Студенты в кампусе срывают расклеенные листовки, на которых изображены израильские заложники, похищенные Хамасом. Такая поляризация среди студентов наблюдается и в других американских университетах. И важный поворот она получила в Гарварде, одном из самых престижных университетов мира. Коалиция из 34 студенческих групп Гарварда после нападения Хамас подписала заявление по ситуации в Палестине, так сказано в заголовке. И начинается оно буквально с таких слов. Мы, ниже подписавшиеся студенческие организации, возлагаем на Израиль полную ответственность за все разворачивающееся насилие. Фамилий подписантов под письмом не было, только название студенческих организаций. Пошла реакция. Американский еврей-миллиардер Билл Экман призвал Гарвард обнародовать имена студентов, обвинивших Израиль в атаках Хамас, чтобы руководители компании могли избежать найма этих людей. Имена подписавшихся должны быть обнародованы, чтобы их взгляды были общеизвестны. Не следует давать возможность прятаться за корпоративным щитом, выступая с заявлениями в поддержку действий террористов, которые, как мы теперь узнаем, обезглавливали младенцев, среди других невообразимо подлых действий. Экмана поддержал ряд других бизнесменов. Многие из них являются донорами университетов. И некоторые из них, например, американский инвестор Кеннет Гриффин, пригрозили, что отзовут свои донаты. А он один пожертвовал Гарварду более полумиллиарда долларов. Израильский миллиардер Идан Оффер уже покинул исполнительный совет Гарварда. Скандал все еще продолжается. Уже порядка восьми студенческих организаций отозвали свои подписи под заявлением.